Приветствую вас, и первое, что хочу сказать, это то, что вам необходимо самостоятельно для себя самой сделать такое пояснение, такую установку, что произошедшее, произошедшее является в принципе нормальным. Является в принципе нормальным для ребенка, для детей в целом, потому что так мужчины, собственно, начинают свои проявления, так они начинают отстаивать свои интересы, защищать их, защищать свое, себя, и это необходимо. Вот необходимость того, что произошло у вашего ребенка сейчас, сложно переоценить, потому что это залог и социальной активности, это залог мужественности, это залог упорства, это залог смелости, залог храбрости и так далее. И в первый раз, ну и, пожалуй, может быть, несколько последующих, это хорошо. И вам себя. Вот вы только подумайте. Ребенок совершил поступок, едва ли не первый, наверное, свой поступок, чисто такой вот, личностный, социальный. И вызывают в школу маму, то есть женщину, то есть человека, который в принципе к этому отношения не имеет. Человек, который не может даже понять, каково это, мучка, драка. Потому что, да, женщины дерутся, но женская драка, это не то, что мучка. Мужчина так, как бы, определяет свои возможности, он так чувствует себя, он чувствует свою силу, ему это нужно. Думаю, что правильным поведением будет мне отдавать предпочтение в этой ситуации не своему сыну и не тому, с кем он добрался. Потому что в драке нет правых и виноватых. А есть только ситуация. Вот просто ситуация, в которую оказались люди, которые, они нашли единственный выход. Поэтому вам нужно спокойно настаивать на том, что это дело детей, что они дети, что между ними произошел конфликт. И что, как бы, вы за своим ребенком поговорить. Вот именно поговорить со своим ребенком в данном случае является самым правильным. Поговорить. Не наказывать, не ругаться, а именно поговорить. И в первую очередь выяснить у него, что же, собственно говоря, произошло. И не важно, что он скажет вам. Главное, чтобы он сказал. Чтобы он рассказал вам. Потому что для него это тоже переживание. Для него это тоже событие. И если он вам будет доверять в этих ситуациях, то естественно вам будет легче понять, что ребенком движет. Вы не потеряете с ним контакт. И ребенок, делясь с вами переживаниями относительно произошедшего, будет открыт для вашей мудрости. Будет открыт для вашего мнения. Потому что будет знать, что вы его не будете как-то осуждать, наказывать за драку и так далее. Чтобы вы понимаете, что это следствие каких-то причин. Но ключевой момент заключается не в том, чтобы вы не поговорили. Чтобы вы выяснили причину, по которой он подрался. Ключевой момент заключается в том, чтобы с ним поговорил кто-то из мужской части вашей семьи. Чтобы мужчина рассказал ребенку, что есть драка. Как она образуется. И как важно нести ответственность за свою силу. За проявление своей силы. Как это пьянит, когда ты чувствуешь, что сильнее. И как это лишает сердческих сил, когда ты чувствуешь, что слабее. Только мужчина может поделиться этим опытом с малышом. И желательно такой мужчин, которого бы ребенок уважал. К мнению которого он бы прислушался. Вот именно так вам нужно поступить. И этими действиями вы достигнете двух целей. Первая цель в том, что вы не отвернете от себя малыша. Вы сохраните доверие между вами и игр. Это очень важно в данном случае. Доверие. И второе. Через разговор с мужчиной. Вы научите ребенка дому. Со своей силой нужно распоряжаться грамотно. И драться совсем запрета нет. Ой, не драться. Совсем запрета нет. Но драться нужно тогда, когда нет другого выхода. Когда нет другого выбора по выходу из ситуации. И ребенку, мужчина, привьет ответственность за то, что он делает. Таков наиболее правильный вариант вашего поведения по отношению к этой ситуации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его в лучшем. Буду благодарен.